Друзья, всем здравствуйте! Сегодня я записываю первый фильм из своего нового цикла, который будет посвящен французским королям. Всем, начиная от Гуго Капета. Мировингов, королингов оставим там, где они есть, то есть в далеком-далеком прошлом. И начнем с личности, собственно, с человека, который основал династию королей, которые будут править Францией почти тысячу лет. Итак, Гуго Капет родился в 940 году. Король франкского государства, не Франция еще, франкского, с 987 года. Основатель династии Капетингов, ну и как следствие последующих Валуа и Бурбонов. Гуго был сыном Гуго Великого, графа Парижского и герцога Франков. То есть Гуго Великий был, в общем-то, самый могущественный феодал государства при короле Людовике IV. Этого короля, одного из последних королингов, Гуго сам фактически привел к власти, хотя имел, в общем-то, все права на престол сам. Дело в том, что его отец и его дядя были королями, а династия называлась Робертины. Капетингами их стали называть уже по прозвищу самого Гуго Капета, который на самом деле, конечно же, фактически представитель династии Робертинов. Но это все уже изящные повороты истории, так что все есть так, как есть, тут ничего не изменить. Все дело в том, что короли Франков, а впоследствии Франции, в те времена не наследовали друг другу напрямую или по старшинству, а выбирались самыми знатными магнатами или феодалами на ассамблеях. Это такие общие собрания были. В основном они, конечно, выбирались и с одной династии, но были и исключения. Да и сын вовсе не обязательно наследовал отцу. Так вот, Гуго Великий, сын короля Роберта Первого и племянник короля Эда Первого, сам не стал выдвигать свою кандидатуру на выборах. И его, скорее, следовало прозвать не Великий, а Мудрый. Ну, Великий все же круче, да? Почему он не стал избираться? Во-первых, действительно был умен. А во-вторых, на престол имелось еще несколько очень сильных претендентов. А зачем потом всю жизнь драться и опасаться за собственную жизнь, если можно выбрать короля, который, в принципе, устроит всех? Поэтому королем сначала стал Рауль Бургундский, сподвижник отца Гуго Великого, а затем Людовик IV по прозвищу Заморский. Это уже был представитель снова династии Каролингов, которая была основана в 740 году самим Карлом Мартеллом. Карл Мартелл, Мартелл это прозвище тоже, означает молот. Он спас Францию, собственно говоря, от вторжения мусульман. Но сейчас не об этом. При этих королях Гуго был вторым человеком во Франции. Ну, будем называть эту страну уже так, не Франки, пускай будет уже Франция. Итак, он был вторым человеком, а фактически даже первым. На самом деле, в те времена королевская власть не была совсем тем, чем она являлась впоследствии. Король был только верхушкой айсберга, первым среди прочих. Он не был самым богатым, самым сильным, не обладал такими обширными землями, как его феодалы. Но в государстве должен быть правитель, начальник, хотя бы для разрешения споров и правосудия. А значит, король должен быть. Как и сейчас, обязательно должен быть кто-то наверху. Конечно, бывает и совместное правление. Но это очень большая редкость, долго не держится. Итак, Людовик IV и Гуго Великий. Сначала дружба, уважение, любовь, а затем ссоры и войны. И так до самой смерти Людовика в 954 году. После этого его жена, не зная, что делать в этой ситуации, сама поехала к Гуго в Париж и призвала его на помощь. Тот, будучи самым знатным феодалом, употребил все свое влияние. И королем был избран сын Людовика IV, лотарь. Кстати, столицей государства в то время был город Лан. А Париж был в отчиной Капитингов, их наследственным доменом, владением. Все бы ничего, но в 956 году, через два года после этого, Гуго умирает. А его младший сын, Атон, кстати, немецкое имя, тогда еще вот эти государства, франкские, германские, французские, германские, очень все было размыто на самом деле. Так вот, его младший сын наследует Бургундию, огромную-огромную территорию. А все остальное, земли и титулы, переходят к старшему сыну Гуго. Гуго 15 лет, как и новому королю, лотарю. Мало того, эти двое являлись еще и двоюродными братьями. Да-да. Их матери были родными сестрами. Герберга и Гедвига. Они были дочерьми германского императора Генбеха I Птицелова. Лотарь был королем очень долго, целых 32 года. И все это время рядом с ним был Гуго Капет. Ну, они, как водится, ссорились иногда, когда амбиции того или другого зашкаливали, но потом все же мирились. Затем они вместе боролись с германским императором Аттоном II, тоже их родственником, не таким уж и дальним. Они боролись за земли на западе Германии, за город, в частности, Ахен, недалеко от Лотаринги. В итоге ничего не выиграли, но хотя бы сумели не проиграть. Тоже надо уметь, знаете ли. А западно-франкское королевство, то есть сама Франция, и восточно-франкская, то есть Германия, они появились после раздела государства Карла I Великого в середине IX века. Каролинги правили там до 900 года, в Германии, и считали некоторые земли соседней страны вполне себе своими. В 986 году Лотарь умирает, и королем избирается его сын Людовик V, который через год с небольшим погибает на охоте. Государство опять осталось без короля. У Лотаря был брат, Карл Лотаринский, но он был вассалом германского императора, и большинство франкских магнатов не очень-то хотели видеть его королем. Другой кандидат был очевиден, Гуго Капет, который и становится, собственно говоря, королем после всеобщей ассамблеи в городе Сан-Лиз. Каролинги, правившие с недолгими перерывами 236 лет, были от власти отстранены. Последний их прямой представитель, Аделаида де Вармандуа, кстати, графиня Валуа, умерла в 1124 году. Также она была женой сына французского короля Гейнериха I. Чувствуете, какие связи? Коронация Гуго Капета прошла 3 июля 987 года в городе Нуайон. Внук короля Франции, внук германского императора, герцог франков, стал королем Гуго, Гуго I. Первым делом, чтобы упрощить свое правление, он организовал коронацию своего сына Роберта, то есть формально возьмел его на престол и усадил рядом с собой. Теперь у него был официальный наследник и никаких больше выборов. После этого последовала долгая борьба с Карлом Лотаринским, братом Лотаря. Карл даже занял с войсками город Лан, тогдашнюю столицу, государство. Но это лишь возвысило Париж, графом которого был Гуго. В 991 году Карл вместе со всей семьей попал в плен к своему противнику. И в 995 году умер в заточении в городе Орлеан. Династия Капетингов таким образом закрепилась еще больше. Умер Гуго Капет в конце 996 года возле города Шартер от Оспы. Королем он был 9 лет, а прожил 56 лет. Похоронен в Сен-Дени, в семейной усыпальнице рядом со своим отцом Гуго Великим. Эта усыпальница стала местом упокоения всех последующих французских королей. А Париж приобрел столичное значение. Новым королем стал сын Гуго, Роберт, Роберт II. Жена Гуго, Аделаида Аквитанская, мать нового короля, умерла в 1004 году, пережив мужа на 8 лет. Ей было 54 года. Кстати, Гуго стали называть Капетом лишь через 200 лет, и династия Робертинов превратилась в Капетингов. Последних королей Франции, Людовика XVI, XVIII, фамилия была именно Капет. Когда Людовика XVI судили, и уже Физлина и Шафот, его именно называли Капетом. Вот так. Надеюсь, вам было интересно. Серию эту обязательно продолжу, и в следующих выпусках расскажу про Роберта II, Генриха I и Филиппа I. Все. Спасибо за просмотр. Удачи! Субтитры сделал DimaTorzok